Лучше поздно, чем никогда, согласитесь. И несмотря на то, что новая версия PS Rus патча для PS 2021 была анонсирована достаточно давно, в конце концов я решил ее представить именно на новогодние праздники, в качестве своеобразного новогоднего подарка. И вашему вниманию предоставляется PS Rus версии 5.6, версия чемпионата мира. В октябре вышла версия 5.0, которая обновляет игру на сезон 22-23, и пришло время для отдельного апдейта, который обновляет графику для чемпионата мира. В рамках сегодняшнего ролика я расскажу об этом апдейте поподробнее, а также расскажу про фиксы, которые выходили за все это время и которые вы могли пропустить. Устраивайтесь поудобнее, и я напоминаю вам, что наилучшая благодарность для меня это ваша поддержка в виде комментариев и лайков, поэтому вам не трудно, а мне будет крайне приятно. Ну и если вы здесь впервые, то обязательно подписывайтесь и прожимайте колокольчик для уведомлений. Ну а мы начинаем. Итак, отдельный апдейт, посвященный чемпионату мира, или же версия 5.6, добавляет весь контент, который связан с мундиалем в катере. Таким образом, я вновь обновил формы для национальных команд. В предыдущей версии они были более-менее актуальными, но в данном китпаке добавлены различные вариации этих форм, то есть домашняя с шортами от гостевой формы и наоборот, гостевая форма с шортами от домашней команды, и все в таком роде. Соответственно, были обновлены составы национальных сборных к этому мундиалю. Конечно, возможно, я пропустил каких-то игроков, потому что были некоторые ограничения при сборке составов, но по возможности я собрал всех, кто был на мундиале, и, скажем так, составы актуальны на 97-98%. Однако, я так и не смог добавить в сборную Канады, к сожалению, поскольку немножко ограничен в своих способностях патчмейкинга. Надеюсь, вы отнесетесь к этому с пониманием. Ну и так, по мелочи была обновлена граевка в виде ТВ-оформления, рекламных щитов, подтрибунных помещений при выходе на матч, и все в таком роде. Ну и перед тем, как приступить к установке данного патча, я расскажу вам, почему мы перепрыгнули с версии 5.0 на 5.6, потому что некоторые могут быть не в курсе, куда же делись предыдущие мини-версии. А дело в том, что все фиксы и предыдущие версии, которые выходили между 5.0 и 5.6, были в нашей группе ВКонтакте. В группе ВКонтакте существует отдельная ветка, в которой игроки делятся своими ошибками, которые они встречают по ходу патча, ну и также именно там я выкладывал все фиксы. А именно были фиксы с исправлением стадионов, составов, номеров в командах и так далее. И был один крупный фикс под номерацией 5.5, поэтому если вы все еще сидите на версии 5.0, то перед версией 5.6 вам необходимо скачать и установить все эти фиксы. Их установка на самом деле несложна и расписана в текстовом виде, опять же в группе ВКонтакте. Ссылка на это обсуждение с фиксами будет в описании. И впредь, если будут выходить какие-то мини-апдейты или опять же фиксы, они будут появляться именно там. Что же, касаемо версии 5.6, то здесь тоже ничего трудного, у вас будет два архива, один из которых будет содержать файлы, которые необходимо скинуть в папку с игрой. И второй архив будет содержать файлы, которые необходимо скинуть в папку в мои документы. И все, просто кидайте содержимое этих двух папок по их необходимому содержанию, опять же папка с игрой и мои документы, подтверждайте некоторую замену файлов и вуаля, патч установлен. Только в лишний раз напомню, что патч идет только на лицензионную версию игры, никакой пиратки даже не думайте об этом. И на этом с патчем PES RUSS мы скорее всего еще не прощаемся, ведь не за горами открытие трансферного окна, а поэтому поневозможно, что после его закрытия, где-нибудь в январе-феврале, выйдет еще одна версия, которая обновит составы после зимнего трансферного окна. Возможно там появится еще какой-нибудь контент, но оно будет видно в будущем. Сейчас же я надеюсь, что вам понравится этот апдейт, и он так сказать разнообразит вашу игру в 21 часть. Опять же напомню, что патч бесплатный, все это абсолютно бесплатно, вы можете поддержать это донатом, ссылка на который будет в описании, ну и просто комментариям под этим роликом, ну и вашим лайком. Это на самом деле не менее важно. Если вы здесь впервые, то обязательно подписывайтесь, прожимайте колокольчик, потому что это будет опять же наилучшей благодарностью за проделанную работу. На этом же наш обзор подходит к концу, я всем был груз просмотр, желаю вам всем удачи, и услышимся уже в следующих видео. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!